Береза Береза В эфире Багдаев Обсудить эту тему я предлагал десяткам бизнесменов и чиновников Все они наотрез отказались Единственным мужественным человеком, который согласился прийти в нашу студию Оказалась Анна Скасырская Председатель союза женщин Бурятии Известный предприниматель, общественный деятель и политик Анна Сергеевна, здравствуйте Здравствуйте, ну, Бату, ты же мне говорил, будем говорить о женщинах Да, Анна Сергеевна А из тех, кого ты назвал, я же не всех знаю Натушемилова, Морозова, еще там одну фамилию Махутова Это я слышала, знаю И в те лихие 90-е ребята работали Ну, как-то ты их связал с криминалитетом А я что-то так их... Ну, давайте я исправлю... В этой стезе я их не знаю Исправлю ошибочку, Анна Сергеевна Во-первых, давайте начнем с чего Я от имени телекомпании АТВ Разрешите поздравить вас лично, Анна Сергеевна Всех наших телезрительниц, всю нашу прекрасную половину республики Замечательным женским праздником 8 марта Главным праздником для нас мужчин У нас вообще Россия и Бурятия Это понятие женского рода, правильно? Мы говорим родина, мать, мать, Бурятия На ваших действительно хрупких плечах Вот держится наше общество, я считаю На наших сильных хрупких плечах Бурятских, русских, российских женщин Поэтому еще раз разрешите поздравить вас С праздником, пожелать счастья Неувидающей, как у вас, молодость Спасибо, дорогой, спасибо Ну, теперь давайте перейдем к обсуждению фильма Вы, я понял, вы его не видели? Нет, я первый раз от тебя услышала Но обязательно сходите, посмотрите Схожу, обещаю Потому что вот я после просмотра вчера посмотрел Я смотрю, ты возбудился после просмотра Бессонная ночь была, я вот этой ночью не спал Обязательно схожу Все прокручивают те события, которые С другой стороны, женщинам надо нервы-то беречь Да, я вам четко скажу Слабонервным лучше на этот фильм не ходить Потому что вот настолько Как этот фильм, как будто он снег не про Монголию, а про Бурятию Вот смотришь, и я всю ночь прокручивал все эти события страшные Которые у нас происходили Я почему решил вас пригласить Потому что вы в 91-м году Одна из первых предпринимательниц женщин Которые вот успешных, да Сделали свой бизнес, разноапторг и так далее И вот вам приходилось сталкиваться С этой криминальной, темной стороной бизнеса Когда крышевание было С одной стороны государство сдавило С другой стороны, значит, эти ребята-братки давили и так далее Вот как вам удалось в этой ситуации вышить? Я не знаю, я 10 лет проработала предпринимателем У меня достаточно было предприятий Это и телевидение УТВ у нас было И поликлиника в Авиал И сеть магазинов была И разноуторг под базой И лес мы заготавливали И как бы Вот время было достаточно жесткое Жестокое Обманывали меня Но обманывали как-то и вот не местные А вот именно с кем я работала Бывало, что обманывали Но такого прессинга я на себе не чувствовала А чувствовала вот именно, что Я дитя Советского Союза Я выросла в большой семье И привыкла делиться Заботиться о других И вот это моя, может быть, и подвела Моя вот такая широкая душа Что я не сохранила то, что имею А надо было пожестче Понаглее и пожаднее быть А это у вас не оказалось Что касается бандитов Но они же тоже мужчины Может быть, действительно Видят, но красивая, молодая Энергичная женщина Но, наверное, не стали просто с вами связываться Как говорится, Бог уберег Бог виновал Но в 98-м году, все-таки я вот помню Я был тогда еще молодой Вы были в команде Коренева Вы пошли тогда против Потапова Реально хотели изменить ситуацию в республике Как вы думаете Вот тех тяжелых условий В 98-м году Нехватка денег Бандитизм на улицах И так далее Вы бы справились Ваша команда Кореневская ситуация Ну, когда идет команда Она идет со своей программой Конечно, в этой команде Не дураки И Коренев, он крупный директор И тоже не дурак И коллектив за ним И коллектив за ним Очень большой и сильный И потом у него команда была достаточно профессиональная Вот именно Не так по верхам походили А вот именно из глубины Из профессии Вышли этот народ опытный Поэтому мы за ними пошли Но это было в 98-м году Не получилось Тогда весь административный аппарат Работал, конечно, против Коренева К сожалению И я под этот замес попала Да, и Александр Анатольевич К сожалению, сломался Ну, как он сломался? Он не сломался Ну, как всегда Ну, заставили Заставили Когда проигрываешь Всегда обидно, больно И страшно И приходится упасть и подниматься Ну, он из тех людей Который поднялся Я помню, сколько грязи было Вылито на вас И на Коренев А что ты вдруг это вспомнил 90-е годы, бля Лихие, лихие Этот фильм я посмотрел И все это как-то за нас все всплыло Лучше бы ты не смотрел этот фильм И мы бы спокойно поговорили О женщинах, о детях, о стариках О красоте, о молодости, о празднике Но давайте все-таки на страшные темы поговорим Ну, да Тогда вот в 98-м году Масса, значит, публикаций была Против вас, Коренева Писали статьи, помните? После 98-го Анна на шее После 98-го года Что уж теперь не пишут Я уже вообще Иммунитет выработал Иммунитет выработал Ни на что не обращали Даже скучаю от того, что Кто-то не это Вот я прошла Огромную школу Но это было страшно, конечно Это было обидно Страшно, несправедливо Но это школа Я считаю, что здесь В этой ситуации Самое главное Что вы выжили Правильно? Да, да Стали сильнее Мудрее Храбрее У меня это Намного встало Я еще хочу вспомнить Один эпизод Вот писали о том Что значит Если Коренев победит Нас бурят Молодежь особенно пугали То значит Бурят бизнесменов Задвинут Чиновников всех Повыгоняют И вообще значит Кранты придет Бурятскому народу Но неужели вы так Не любили бурят тогда? Прекрати Только вот Буряты Они более Справедливые Более Толерантны Например К бурятам Вообще К жизни Я так Ощущаю Что ты мне Какой-то Подвох Тут это строишь Или я что-то Не поняла Тебя Вообще конечно Команда Потапа Умело разыграла Разыграли Национальную карту Потом Когда Бато Семенов Я помню Шел там Между западными Бурятами И восточными Бурятами Кость кинули И так далее В этом отношении Леонид Васильевич Конечно Когда это выгодно Разыскривается Вот этот национальный вопрос А так я считаю Руководитель И тот же Коренев Он более был бы И справедливый И прислушивался бы И он управляемый Может быть не то слово Женщинами управляемый Пусть будет так Нормально Я считаю Что живем мы И спокон веков С бурятами В мире в дружбе Мы все Опыленные Бурятами И венками Поэтому Что тут нам это Вот здесь давайте Поподробнее Ой ну я понимаю Вот многие считают Что вот Анна Скасырская Не бурятка И не русская Еврейка Кто вы вообще По национализм Действительно Откуда такая Скасырская Все таки Это не русская фамилия Польско-еврейская Польско-еврейская Да Польско-еврейская И конечно Вот Самые первые Пришли Это конечно Польские евреи Но не сосланные Баргузин Баргузин А вот когда Острог Открывался И вот здесь Вот один из Первый острог Бурятии был Баргузинский И вот Один из стражников Конечно Был конечно Вот Мой предок Кроме этого Были еще Золотоискатели Тоже Из Это уже евреи Из царской Семьи Да И они когда Вот здесь Искали Золото И когда они Устраивали И знакомились С венками Породнились Не то что Породнились Вот они Спускались Горд Потерпели Не крушение Как называется Упали Короче И повредили Себе ноги И женщина Эвенка Выходила Одного из Предков Наших И у нас Получилось Косырский Один род Как бы Западный Один Эвенкийский Восточный У меня папа Эвенкийский Маленький Такой Кривотоненький Да А мама Такая Большая Высокая Статная И мама Всегда была Сантиметров На 15-20 Выше Папы Поэтому вот Получается Вы кровь От крови Кровь от крови Вот И наполенная Бурятскими И традициями Бурятскими И поэтому Все традиции Как бы Уважаем И чтем Но я православная Вот как родители Дали Как воспитали Вот той мы Несем по жизни Но все традиции Уважаем Анна Сергеевна Я хочу вообще Развить этот миф О том что вы Бурятофобка Не любите бурят И так далее Почему Вы были владелицей Телекомпании ОТБ В свое время Я свою журналистскую Карьеру начинал На вашем телевидении Редактором работал За что вам Очень искренне Благодарим Целый приятный Журналистов вышел И вы были Одним из тех Мужественных людей Который заступился В ситуацию С автусом Тибетской медицины Помните Это буддийскую святыню В 98 году Вывозили в Америку И именно ОТБ Показало Вот эту сцену Избиения Значит Не ОМОНовцами Спецназовцами Минционерами Как насильный Из адекватного музея Вывозили в Америку Я считаю Что не будь Вмешательством В ОТБ В вашем лице Я считаю Что вполне возможно Мы могли бы потерять Этот атлас Тибетской медицины Если это так То мы сделали хорошо Да И я понял Что у вас Полное взаимопонимание С буддийским духовенством Которое признает Ваши духовные заслуги Дай бог И на земле И на небе Все это Сочтется вам Да Как с Хамбой Вы живете Ну как бы Вот после 98 года Я с ним Мало общалась Как раз Вот защищали Тибетский атлас Там и вместе Ну и Я всегда Ну не всегда Но раз в год Обязательно хожу В Виволгинский Дацан Не Хамболами А Китегелова Уже раз 7 было Вот поначалу Когда пришла Китегелова У меня так Неуютно было Какие-то мурашки И не знала Что просить Даже вот так Все у меня А уже последний Вот раз прихожу Я уже как бы Разговариваю И уже знаю Что просить Недавно была На открытии Галереи И там столько Выпускается Интересные картины Была выставка Картины И изделий Которые выпускает Цех у них Там Вот Посмотрела Очень достаточно интересно Пообщалась Хамбола мой Кстати Он мне осветил Буду И вручил мне Я как бы Уважаю Ценю Все эти ценности Вообще Это благословение Лишним не будет Да Нет Потому что Вот номер один В сегабре Опубликовала статью Что был Внутрипартийный опрос Егемия России Все таки активист Один из лидеров Партии власти Где вы являли Лидеров Будущей Предвыборной гонки И вы оказались В числе первых Я был очень удивлен Вроде уже Можно прямо сказать Что вы бабушка Бурятской политики Но тем не менее Занимаете В рейтингах Первое место В апреле предстоит Праймер С внутрепартиями В мае В мае В апреле Прием заявок Заканчивается Да Вы в числе тех Кто подал заявку Еще не подала Готовлю документы А готовите документы Вот скажите пожалуйста Ну рекомендация есть От того чтобы я Подала документы Да Почему дома не сидится Вы уже Я что старая что ли Я молодая Красивая Слух у вас есть Вот а кто вас Учить будет Ну е мое Если вас допустить Сейчас к власти Наворотите Опираясь только на наш опыт Мы должны вас Молодых воспитывать Как я вот когда На УТБ тебя воспитывала Так Попадала Попадала конечно Вот Хороший журналист Получился Ну Это оценивать журналистом Телезрителем Так Вот поэтому конечно Только совместные опыты И молодость Она должны идти вместе Я чувствую себя нормально Маразмом не страдаю Ну Сила и энергия есть Сила и энергия есть Ну дай бог Дай бог Желаем вам удачи Благословляем На Спасибо Спасибо Но возвращаясь к кинофильму Ой Опять Опять Знаете Я вообще С недоверием Можно сказать С нелюбовью Отношусь К Владимиру Путину Ну знаете Посмотрев этот фильм Вспомнив Все что Происходило в 90-е годы Тогда приходилось мне Ввиду того что Денит маловато было Работать диджеем На ночном клубе Кинсбургер был Такой корейский Ночной клуб Где ресторан Целлинга находится Я видел Всех этих бандитов Проституток Наркоманов И прочее Прочее Всю эту мафию Которые действительно Тогда пировали На костях людей У них реальная власть Принадлежала И вот я посмотрел Ну кто положил Конец этому Ну Путин Ну да Путин положил Конец этому Во многом Благодаря этому человеку Надо признать Историческую роль его При всей его Значит Ну Не любви к нему Я признаю Отдаю ему должность Все таки Восстановил законность Ну за то что Во первых Узурпирует власть Единочали Бессменность уже Сейчас уже собирается На какой На четвертый срок И прочее Но может быть В России Иначе как-то невозможно Но мы знаем Россия Слишком огромная страна Вот чтобы за один срок Что-то в России сделать Вот вы И я так понимаю Я сторонница Путина Вы солдат Путина Я солдат Можно сказать Путина Почему? Потому что Когда в 2000 Каком? Втором 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 Пришел к власти А нет 99 99 Он пришел к власти Война же шла Вот этот развал Разброд Вот это неразбериха А мы действительно Привыкли в Советском Союзе Жить как-то спокойно И чтобы была гарантия О завтрашнем дне Да И когда увидела Вот эту программу Программу единства Единая Россия Единая Сотружество Когда вот еще Партию Единая Россия Возглавлял Путин Я увидела порядок Я всем сердцем Пошла И работала И вот все силы Духовные Какие были финансовые средства Я старалась помогать И конечно Если мы вот Когда Советский Союз Развалился И я была Не то что солдат Путина Но я была И свидетелем И помогала Сохранять Вот единство в России Это приведение Конституции Всех Конституции Субъектов В соответствии С Конституцией Российской Федерации Конечно Закон должен быть один Закон должен быть один Если мы живем в России А Россия большая Пусть мы все разные Но мы должны все-таки Уважать и почитать Сегодня Путину Очень сложно Ему сложнее Чем тебе Мне и всем Вместе нам взятых Да Его все Поэтому поддержать Это наша просто обязанность И просто Ну Совесть не позволит Бросить его в такой момент Анна Сергеевна С 85-го года С начала перестройки Это уже получается 30 лет Ну вот Россия Корячется Вот Конвульсия То значит В либерализм уходим Полную свободу Хаос Да Который оборачивается Бандитизм То значит Пытаемся чуть ли Не царский режим Установить Жириновский же выступал Призывал значит Путина Назвать Не президентом А управителем России И так далее Как вы думаете Как долго еще Россия Вот будет В этих конвульсиях Мучиться Когда мы придем К нормальному Демократическому Обществу По западному образцу Не надо Оглядываться на запад У нас своя история И И И Свою должность Свою И свое направление Анна Сергеевна скажите Можно от демократии отказаться Может быть Даже можно отказаться От демократии Так Но Я не потому что Можно и Переходить постепенно У нас же Весь народ Как там и приняты До основания разрушим А затем Из руин поднимаем Мы разрушим За 10 лет А 30 лет 50-70 поднимаем Что мы Вот в гражданскую В 17-м Развалили Все разрушили И там и песня Мы наш Новый мир построен Кто был Ни кем Станет Всем А но до этого Мы разрушим До основания А затем Я думаю Что надо брать Пример Хороший Есть пример И у Китая Можно постепенно Переходить Вот к чему-то новому Но не разрушая А на том Что есть Сохраняя все традиции Сохраняя Всю Достаточно Анна Сергеевна А что перебиваешь Достаточно Я хочу четкий вам Вопрос задать А вы Путина видели? Да конечно И что за человек? Ну нормальный человек Человек такой Ну небольшой Как вот Невысокий Как Гитлер Невысокий такой Ну симпатичный Молодой Он мне импонирует Вот именно тем Что он Как бы сказать Харизма у него Не плечет через край А он очень сдержанный Вот этой сдержанностью Он постепенно Он еще может быть По этим и не надоел Всем нам Да Может быть Если был такой Харизматичный Как Жириновский Ну допустим Он может быть Через 4 лет А сегодня И люди И многие Кто-то говорит О том Что пора его менять А с другой стороны Если мы Вот тот пример Возьмем до основания Кто-то придет новый Опять разрушать И где мы окажемся опять Поэтому люди и боятся Опять что-то нового Вот я только с этой позиции И я не свои личные Я вот езжу По районам По поселениям Я вот говорю Вот эту тему О том Что люди так говорят Боятся О том Что мы уже привыкли Все это рушить Я уже 5 раз говорю Но этого нельзя делать Анна Сергеевна Вообще угроза Конечно возврата Прошлого Она всегда есть Ну да Во многом Это зависит От первых лиц Я вот помню Опять Те же 90-е годы Когда у нас Даже первые лица Не были Обезопасены От бандитов Вот я хочу вспомнить Геннадия Архиповича Айдаева Там была страшная ситуация В 2001 году Когда бандиты Оказывали на него Тоже давление Напрямую Опасть на него Они конечно не могли Но были очень жестоко Избиты его родители Мать и отец Ну это вообще Вот это ситуация И помните Геннадий Архипович Был вынужден Там за свои деньги Нанимать телохранителя Я помню этот случай Но что он за свои деньги Нанимал Да Это писали Публичные И так далее Ну публичные люди Конечно они должны быть Охраняемые Ну естественно Я говорю Что то что из бюджета Положено Они должны быть охраняемые Такие охраняемые люди Как Путин Я к чему это вспоминаю Потому что всегда существует Реальная опасность Что власть может срастись С этим криминалитетом Понимаете Всегда есть опасность Вот Шаповалов В свое время будучи мэром Писали в прессе Что он принимал Уголовных авторитетов В себе собственном Но я это не знаю Но писали об этом Вот ты говоришь Писать можно что угодно То что писали про меня В 98-е годы Я уже прошла Ну Шаповалов При всем при том Он смелый мужик Он мне нравился Вот именно Свои позиции Отношения к жизни Он не струсил Посадили в тюрьму И он отсидел Но он не сдался Но все равно Потап его обыграл И Потап его обыграл Обыграл То что обыграл Но он достаточно смелый человек Я к чему все это рассказываю Он похож на тебя между теми Спасибо Спасибо Очень приятно Я к чему это вспоминаю Говорю это Я все хочу подвести к чему Что все-таки В городе власть сменилась Пришел Голков У нас новый мэр города И слава богу Что такой человек Наконец-то стал у руля Наговицын Очень высоко О нем отзывается Говорит о том Что наконец-то Во власть вернулись Вернулись моральные принципы Но я вижу Теперь по мэрии Можно спокойно пройтись Потому что нет того Извините Полууголовного состояния Которого была превращена Наша мэрия Что-то у меня все в уголовную Уголовную Этот фильм меня взбудоражил При Айдаеве ходила И про шаповалами ходила И при этот Я помню на мой вопрос На публичности Я не встречала Ты про что говоришь А про это что писала Это же вообще Сегодня бедного этого Голкова затрахали Да, ничего страшного Замучили Я может быть не так Люблю Голкова Но из-за того Что его так Пишут Это я уже стала Его жалеть И большинство народу К него К этому Так относятся Как я уже Но нельзя так Постоянно И Наговицына И Голкова И мучает И мучает Ну что больше нечем заняться Анна Сергеевна Вы дважды избирались Народных Урал Первый раз Вы по Шишковке выиграли Ну тоже криминальная столица же наша Правильно Криминальный район читался А что оно Хороший район Народ там Нормальный Хороший Трудолюбивые люди живут Там на земле работают Правильно Себя кормят Город кормят Я громче тебя говорю Я к чему Второй раз Не заводи меня Второй раз Вы уже от Единой России избрались Вот Десять лет вы были Народных Урал Депутатом Да Какую школу-то прошли Власти Какой урок извлекли Ну знаете Я люблю учиться И учиться Никогда не поздно Вот благодаря Народному Хуралу Я узнала столько людей разных И на уровне Московском Федеральном И здесь у нас На уровне правительства И Народного Хурала И города Я прообъездила Все поселения Общалась с простыми людьми Я столько много приобрела И поэтому Мне очень нравится Работать для людей Я люблю жизнь Люблю людей Вообще власть может Работать для народа Конечно Конечно Только надо желание иметь И не то что желание иметь А не бронзовить Вот Бывает Вот когда Ну допустим Врач делает операцию Он уже привык к боли А вот к этой боли Не надо к людской привыкать Надо оставаться людьми И иметь чувство И сочувствие Да Анна Сергеевна У нас еще 5 минут И я хочу поговорить О том движении Женском движении Женщины Бурятии Которую вы возглавляете Более 3000 человек Я понял 1000 членов 2000 сторонников И так далее Что это вот за движение Женщины Бурятии Вот расскажите о нем Коротко Нашим телезрителям Телезрительницам И вообще Кого принимаете В это движение Можно к вам прийти Записаться Ставить активистом В вашем движении Ну расскажите Общественная организация Женщины Бурятии Она у нас создана В 2007 году И на будущий год В 2017 Будет 10 лет Мы конечно К этому небольшому Юбилею готовимся Будем выпускать книгу Будем проводить Марафон Собирать деньги На книгу И на проведение Вот такого Большого мероприятия Вот Ну у нас В каждом районе Создано Местное отделение В каждом районе И практически Сегодня мы работаем Над тем Что в каждом поселении У нас тоже Было открыто Местное Местное Вообще Женщины идут Но там же На безвозмездной основе Нужно Отрывать время От семьи От работы Идут Неужели идут Идут Самое главное Вот начала Когда я В 2007 году Когда вот Это все неприятности 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 А тут женщины Мы собрали И стали говорить О проблеме Иногда женщине Много не надо И ее главное Выслушать А иногда Похвалить А иногда Подбодрить Вот я считаю Что мужчины Вот этот момент Упускает Надо женщин Побольше хвалить И они тогда Все сделают Для вас Вот И тут В принципе Пошло На такую Почву Стали проводить Форумы Вот взяли За основу Форум Это было Поначалу Мы провели 50 форумов В районах И 3 Республиканских Форума Вот смотри Для того Чтобы провести Форум Мы выезжаем В район Мониторим Узнаем Какие проблемы Все таки В этом районе Это или здравоохранение Или это обучение Или это проблемы Со стариками Или это с детьми Или там Ну какие-то проблемы Выясняем Потом 2-3 проблемы Берем И проводим Круглые столы Потом проводим Пленарные заседания Потом в этом же В этот же день Потом мы женщин Чествуем Поздравляем И знаешь Получается И учеба И работа И обмен опытом На этой площадке И еще праздник А еще и подарки Какие-то вручаем Но плюс Самый плюс Это большие Нет Самое главное Наверное Вы пытаетесь Достучаться до власти Власти слышат? Конечно Все форумы На которые мы проводим Мы приглашаем местную власть Мы приглашаем министерства Вот заинтересованные министерства Если касается Это здравоохранения То министерство здравоохранения Если это касается Образования Образование Обязательно Всегда присутствуют С администрацией президента Да и сам Многовицын вас принимает И были такие На республиканском Присутствовал Сам Вячеслав Владимирович Его жена Всегда с нами Присутствует Она тоже Первая леди республики Первая леди республики Она тоже всегда с нами Поэтому Дело такое Промимо этой форумы Много вот таких мероприятий Мы проводим Которые вот так просто Не перечислишь Но прошедший год Я хочу сказать Что мы Был посвящен В основном 70-летию Великой Отечественной войны И мы провели Большие акции И самая большая акция Это мы Женщины Сели на автопробег На автомашины И допустим В Волгинском районе 36 машин Женщины Анна Сергеевна Сели по Подожди На машины И по всем поселениям Поехали Поздравили Время закончилось Давайте еще раз встретимся Хороший повод О поздравлении Давайте Я один вам вопрос задам И последний Вот перебивает Не дает И возможность Для поздравлений Вам предоставлю Анна Сергеевна Вы прожили Такую яркую жизнь И предпринимателем Были И политиками И общественницей Вы Если бы вам Боженька Дала возможность Прожить новую жизнь Что бы изменили Или согласились бы Прожить эту жизнь Нет Я бы многое Кое-что поменяла Я бы Своей жизнью Была бы Более решительная И Убрала бы Робость И слабость Я бы Появляла Побольше Сильных качеств Таких Вот вы Любите петь Плясать Стихи читать В артистки бы пошли? Пошла бы А может быть Была бы Стала и артистка Я из детства Когда мне было 4 лет И все Плясала Пела и говорила Мама я буду артистка Буду получать 200 рублей 100 тебе 100 себе Анна Сергеевна Ну буквально Несколько секунд Ваши слова Поздравления Нашим телезрителям Дорогие женщины Я благодарю вас За ваш труд За ваши Терпения За вашу мудрость Поздравляю вас С праздником 8 марта Желаю вам здоровья Благополучия И конечно удачи Всего доброго Это была Королева бурятской политики Анна Скасырская В эфире была программа Богдай Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин